Последнее воскресенье октября – День работников автомобильного транспорта. Это стало поводом для главы городского округа посетить Орехово-Зуевский филиал МОЗ «Трансавто». Геннадия Панина встретил главный инженер автоколонны Андрей Климаев, который ознакомил мэра с работой предприятия. Во сколько начинает ваша служба работать? В 40-х, в 60-х. Первый. Значит, вы 30-х. Перед выходом в рейс водители проходят медосмотр. Ежедневно 126 автобусов обеспечивают перевозку пассажиров, как по междугородним, так и по городским маршрутам. Геннадий Панин осмотрел ремонтные цеха, складские помещения, автомойки, после чего встретился с коллективом предприятия. Мы по поручению Андрея Юрьевича проезжали по третьему маршруту, с вокзала до конечной Парковской, пообщались с жителями в новом автобусе. Жители довольны, могу сказать, что с благодарностью относятся к вашему труду, к работе предприятия. Конечно, они говорят, что было бы неплохо побыстрее поменять весь автопарк, чтобы ездить уже на новых автобусах. Там и возможность для маломобильных групп появляется, которые нам продемонстрировали, и есть место уже и для колясок. Геннадий Панин поздравил сотрудников автоколонны с праздником и рассказал о происходящих в городе изменениях. Строительстве социально значимых объектов, благоустройстве внутридворовых территорий, ремонте дорог. В ходе встречи работники организации получили ответы на интересующие их вопросы. Глава города заверил присутствующих, что финансирование организации из муниципалитета в 2016 году продолжится. С проблемой нехватки пространства для разворота автобусов на улице Лапина было поручено разобраться заместителю руководителя администрации Алексею Севастьянову. На вопрос о судьбе деревянных бараков по улицам Кирова и Московская глава городского округа пояснил следующее. Постройки будут снесены, на их месте появятся новые по программе комплексного развития застроенных территорий. Продолжение следует...